По словам местных СМИ, армия обороны Израиля ответила ракетами на пуски десятков ливанских ракетно-артиллерийских залпов. Ливан совершил крупнейший за 17 лет удар, хотя признания в нападении не было во время рейда на ливанской территории, были обнаружены ракетные установки. Поступили противоречивые данные о результатах обстрела. Утверждается, что часть ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны. Однако несколько боеприпасов все же поразили ряд зданий в Израиле. Последнее подтверждается очевидцами в социальных сетях. Были опубликованы видеоматериалы, на которых из-за прилета произошел пожар на автозаправочной станции. Конфликт между Израилем и Ливаном разгорелся десятки лет назад. Фактически, отношения между евреями и арабами — это отношения США и Северной Кореи в миниатюре. Силы несопоставимы, но конфликт будет для победителя крайне болезненным. За последние десятилетия состоялось два крупных конфликта, которые вызываются израильско-ливанские войны. Их было две. Можно сказать о том, что вообще возникновение государства Израиля вызвало после Второй мировой войны достаточно негативную реакцию со стороны арабских стран. И мы знаем, что было несколько широкомасштабных конфликтов в этом регионе. В связи с возникновением государства Израиля и политики государства Израиля. И Ливан во всех этих антиизраильских войнах он участвовал. И поэтому отношения очень сложные. И до сих пор между Израилем и Ливаном не существует официально дипломатических отношений. Эксперты считают, что причиной обострения конфликта между арабами и евреями стали продолжающиеся в Израиле акции протеста. Они проходят против нового правительства, премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать Кнессету, это орган законодательной власти Израиля, больше контроль над судебной системой. Сам Нетаньяху заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают. Карина Бравцева, Универньюз.